Игры трех мужей не случайно решили провести на Комсомольском острове. Популярному некогда месту отдыха горожан решено дать вторую жизнь. В своем вступительном слове глава города сказал, что в ближайшем будущем тут появятся аттракционы и рестораны. Завести инфраструктуру помогут коммунальщики и энергетики. Поэтому заниматься спортом и жить аж до 100 лет для улануденцев не будет утопией, уверен мэр. Президент Медведев, затем президент Путин поставили нам задачу увеличить средний возраст жителей России до 73 лет. Ну я думаю, нам, сибирикантов, на 73 года, это, наверное, мало, наверное. Давайте будем поставить себе планку 80 лет. У нас и природа хорошая, у нас есть зима, крепкие морозы, есть возможность кататься зимой на лыжах. Поэтому, я думаю, 80 лет для нас это еще не предел. Каких только команд нынче не было на Сурхарбане. Колледжи, вузы, бизнес-структуры. Выставилась даже дюжина ребят из 5-й танковой бригады. После парада атлеты разошлись к своим снарядам. Нынешний Сурхарбан предполагал сразу 6 видов спорта. У нас вообще второй год подряд проходит Сурхарбан именно в советском районе в таком большом масштабе. Раньше проводили Сурхарбан по микрорайонам, а в этом году постарались обидеть все микрорайоны. Как бы у нас итогово финальный Сурхарбан советского района. Праздник силы и духа завершился лишь под вечер. Среди лидеров Бурятский лесопромышленный колледж и республиканская типография. Призерам досталась полезная бытовая техника. Ну а всем без исключения хорошее настроение на трудную рабочую неделю.